Поговорим о материалах. Материал это хорошая, важная и очень ценная штука. И в нашем случае материалы выглядят ну препаршивенько, не правда ли? Плоские цвета, никакой освещенности, вручное рисование теней, и наша стильная подсветка, камешка в нижней части спрайта выглядит просто отвратненько. В Unreal Engine материалы спрайтов являются такими же материалами, как и любые другие материалы, которые поддерживаются движком. И поэтому у спрайта есть слот материала. И по умолчанию используется вот этот материал. MaskUnit Sprite Material. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с этой неприятностью. Возьмем вот эту плавающую платформу и скопируем материал из нее. После этого создадим, например, в новую папочку, назовем ее tag, и вставим наш материал сюда. Этот материал будет инстансным. Давайте возьмем родителей и тоже скопируем. Назовем этот. И вот он, как структурно выглядит наш материал. Обратим внимание, что у нас здесь есть такая штука, как Source Texture. Source Texture это текстура, которая может выбираться каким-то условным образом. То есть это не просто текстурка, которая прописана в материал жестко, а она дает возможность выбирать ее на источнике. То есть это как бы гибкий настраиваемый материал. И смотрим, что у нас здесь. У нас доступен только режим Emissive Color. Почему? Потому что материал у нас стоит в режиме Unlead, неосвещенный. Если мы выставим режим Default Lead, то нифига на самом деле не поменяется. Но обсчет материала будет занимать больше времени. Но мы хотим, чтобы наш материал, он был какой? Он был красавый. Поэтому мы перебросим этот вводной цвет из Emissive Color на Base Color. Теперь что у нас происходит? У нас происходит вот такая вот бодяга. То есть теперь у нашего спрайта есть освещаемость. Но спрайт у нас получается сразу же пластиковым. Пластиковым, некрасивым, некрасивым, пластиковым. Так что это надо менять. Значит, создадим константы. И выставим материал как не металлический и не отражающий. А грубость поверхности... Au contraire сделаем максимальный. Теперь наш спрайт не будет блестеть. То есть ровно то, что нам нужно. Но это еще не все. О нет, это совсем не все. Следующий этап, который нам нужно реализовать, это сделать наш спрайт самоосвещаемым. То есть теперь мы должны иметь возможность вставлять сюда карту самоосвещенности. Для того, чтобы этот спрайт мог, собственно, светиться, как наши голубые прожилки на предыдущем спрайте. Значит, что мы делаем? Мы берем и копируем вот этот вот блок. И далее переназначаем координатную развертку, чтобы она была общей. И копируем вот эти вот выводы. Чтобы мы могли перекрашивать любой наш объект. И этот материал идет на Emissive Color. Однако теперь у нас, по сути, два абсолютно одинаковых входных источника. Значит, здесь мы должны установить режим дополнительной текстуры. И слот дополнительной текстуры пусть остается нулевым. Если, конечно, еще не сошел с ума. Теперь наша текстура снова выглядит самоосвещенной. Но это правильно, потому что мы сейчас используем дами текстуру. И она самоосвещает саму себя. Сохраняем этот материал. И теперь мы идем в Photoshop. Вот наша плавающая платформа. Выделяем только наши прожилочки. Инвертируем выделение. И заливаем все оставшееся пространство стильным и брутальным черным цветом. И сохраняем наш спрайтик под названием Floating Platform 02 Self-Illumination. Импортируем вновь добавившийся компонент. И теперь наша платформа является спрайтом. Соответственно, заходим в спрайты. Выбираем нашу плавающую платформу. И смотрим. У нее до сих пор стоит обычный спрайтовый материал. Давайте исправим это ужасное несовпадение. Выставили материал спрайта для инстанца. Сохранили. Зашли в платформу. И изменили вот эту часть. Теперь у нас происходит какой-то ужас. Платформа самоосвещается вот этой вот стрёмной даме текстурой. Почему? Потому что наша вспомогательная текстурка не существует. Создаем вспомогательную текстуру. И выставляем на ней нашу самоосвещающуюся компоненту плавающей платформы. И вот мы теперь видим нашу платформу в освещенном режиме. И ее прожилки светятся. В анлит режиме мы увидим все вместе. Заодно применим свойства бумажных спрайтов в платформе, чтобы она у нас была няшно-пикселястой. Теперь если мы ее снимем в с нее выделение, то мы увидим, что происходит вот такая вот бодяжка. У нас все черное. Почему? Потому что на уровне на самом деле нет освещения. И соответственно, естественно, эта платформа будет черной. Но на самом деле ту же самую фигню надо проделать с остальными платформами, чтобы они были в едином визуальном стиле. Но мы не будем, так сказать, идти проторенной дорожкой. Мы возьмем этих двух чуваков, создадим их дубликаты и переименуем их таким образом, чтобы нам было понятно, что они собой представляют. И теперь для Sprite Matte Simple удаляем все, что связано с вспомогательной текстурой. И по сути мы получаем наш исходный вариант. Цвета самоосвещения у него нет. А для инстанса проставляем этот материал как основной. Возвращаемся в наши спрайты. И сурово выделяем их все. В всяком случае все спрайты, у которых отсутствует самоосвещение в какой бы то ни было форме. Выбираем редактирование через матрицу свойств. И находим пункт Default Material. Выбираем это окошко в стороночку. Возвращаемся в наш раздел Tag. И выбираем наш Sprite Map Simple. И в разделе Default Material, если он выделен, применяем кнопочку Use Selected Asset. Собственно говоря, теперь для всех этих объектов прописался новый режим освещения. Теперь, собственно говоря, добавим освещение на уровень. Поскольку это направленный свет, мы его чуть-чуть подвернем, так чтобы оно частично освещало наши спрайты. Вот таким вот образом можно в целом без труда получать спрайты с самоосвещением. Потом будет, правда, много мороки с настройкой освещения, плюс сам процесс довольно-таки трудоемкий. Но в целом, да, это рабочий метод. Что ж, продолжим в следующей серии, где мы попробуем сделать самобеглые элементы вроде дверей и платформ, причем универсальным методом. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok